Фотография 9 на 12, не на память. Для отчета перед первым заместителем главы администрации Самары Владимиром Василенко. Городская административно-техническая комиссия ежедневно проводит мониторинг территорий и обнаруживает вот такие участки, как возле 8-го дома на Советской. Тропинка к остановке общественного транспорта вызывает у жителей не самые приятные эмоции. Конечно мешает. Во-первых, красоты нет. Во-вторых, вот это все поросли, у нас красивая такая площадочка была. А сейчас у нас вместо площадки стала травка расти. Ее давно надо было срезать и давно бы здесь порядок навести. Мы все-таки живем, нам хочется, чтобы у нас красиво было. Мало того, что высокая трава внешний вид улицы портит, так в нее еще и мусор кидают нерадивые граждане. Сейчас такой период, когда трава высокая, туда мусор бросают, его просто не видно. И для того, чтобы где-то дать сигнал какой-то управляющей компании и той же администрации на уборку мусора, его просто не видно. А там могут быть и пищевые отходы, и все это распространение всяких заразных заболеваний. Конец июля-начало августа – период активного цветения амброзии. Трава вызывает аллергическую реакцию у многих людей. Необходимо следить, чтобы она не разрасталась и вовремя проводить покос, тем более, что много времени это не занимает. Это аллерген, страшный аллерген. Естественно, люди, которые больны этим заболеванием, они очень тяжело переносят ее. Поэтому и поставлена задача сегодня пройти дополнительно в местах больших пустырей, в лесопарковых зонах. Везде пройти и там, где еще амброзию не скосили, скосили, чтобы не было ее цветения. Возле жилых домов косить траву должны управляющие компании. Незакрепленных территорий в Самаре нет. Там, где заканчивается зона ответственности управляющих организаций, начинается территория контроля администрации районов. Марьяна Мирная, Павел Пресняков, Станислав Левин. События.